За сутки в зоне Атони один украинский военный не погиб, один был ранен. На Луганском направлении боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В четырех случаях использовались тяжелые вооружения. На Донецком участке интенсивность обстрелов снизилась. Всего их было шесть. В четырех эпизодах применялись минометы. На Мариупольском направлении оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских войск. В ряде случаев применялись запрещенные вооружения. В Украине завершился призыв офицеров запаса, ранее не прошедших воинскую службу. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак. По его словам, на службу призвали почти тысячу человек. Это столько, сколько и планировалось. Полторак добавил, что призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах. После этого в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону АТО. Министр обороны напомнил, что на сегодняшний день в Украине насчитывается 96 тысяч офицеров запаса. Этих людей спасла организация Save the Children в Средиземном море. Они хотели доплыть до Европы. Всего за выходные здесь с ветких и переполненных лодок сняли около 730 беженцев. Большинство из стран Африки, расположено к югу от Сахары. «Всё, чего мы хотим, это быть в безопасном месте, где мы будем чувствовать безопасность, где не будет всех проблем, переживаний, где не будем бояться за свою жизнь. Вот и всё, что нам нужно». 20 июня отметили Всемирный день беженцев. Он провозглашён ООН в 2000 году. К этой дате голливудская звезда и специальный посланник управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила лагерь для девочек-подростков в Кении. Они бежали из Демократической Республики Конго, Южного Судана, Сомали, Бурунди и Руанды. Многие подверглись сексуальному насилию. Некоторые после этого забеременели и родили. «Реальность такова, что миротворец может быть первым человеком, с которым будут взаимодействовать девочки после пережитой травмы. Миротворцы должны очень чётко понимать, как действовать. Эта маленькая девочка будет очень бояться, особенно мужчины с оружием. То, как вы к ней подойдёте, определит то, начнёт она восстанавливаться, или же это будет очередная травма». Джоли призвала прилагать больше усилий, чтобы документировать сексуальное насилие в ходе военных конфликтов, а также преследовать в судебном порядке всех виновных. Между тем, известный футболист Криштиану Роналду во всеми на День беженцев представил видеоисторию о девочке-беженке по имени Зайнап. «Привет. Я хотел бы поделиться с вами этой историей. Подобные происходят с миллионами детей по всему миру. Пожалуйста, поддержите нас, посмотрев это видео и поделившись им». О девочке-беженке рассказывают четыре ребёнка. Повествование ведётся от первого лица. Зайнап говорит, как её семья боялась за свою жизнь, как родился её брат, который не понимает значения слова «папа». Между тем, глава УВКБ ООН Филиппа Гранди 20 июня посетил Эфиопию. Он призвал страны мира принимать больше беженцев. В этом году число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, выросло до рекордных 65 миллионов 600 тысяч. По данным ООН, более половины беженцев прибывают из Сирии, Афганистана и Южного Судана. Небо над аэропортом Лебуржеба раздят военные и пассажирские самолёты. Здесь проходит престижная аэрокосмическая выставка «Парижский авиасалон». Свои достижения в самолётостроении демонстрируют более 2000 компаний из 90 стран. Одна из премьер – многофункциональный малозаметный истребитель-мабродировщик F-35A. Разработчик – американская компания «Лохит Мартин». В случае успешной сделки она поставит 440 истребителей семейства F-35 11 странам мира. В небо поднялся и многоцелевой истребитель «Досо Рафаль» – французский соперник американского военного самолёта. Истребители «Рафаль» участвовали в военалётах на позиции ИГИЛ. Компания Airbus Military предстояла военно-транспортный самолёт А-400М. Сделки на его поставку она уже заключила с несколькими европейскими странами, а также с Турцией. Американский производитель «Боинг» привёз на выставку узкофюзеляжный самолёт 737 MAX-10. Он самый вместительный в этом семействе. Самолёты «Боинг-737 MAX» разработаны в пику конкуренту Airbus. В прошлом году он запустил в эксплуатацию А-321 «Нео» – улучшенную версию узкофюзеляжных пассажирских самолётов семейства Airbus A-320. Над аэропортом Леборже также пролетел крупнейший в мире авиалайнер Airbus A-380. Авиакомпания разрабатывает его улучшенную версию A-380+. Этот лайнер будет более экономичным и более вместительным. Представила свою новинку и Украина. В небо над Францией впервые поднёсся транспортный самолёт AN-132D. Он будет представлен в программе демонстрационных полётов, а также на статической стоянке. Это первая машина госконцерна «Антонов», собранная без использования российских комплектующих. Машина предназначена для полётов на близкой и среднемагистральных маршрутах. Спектр задач по перевозке грузов широкий. Крейсерская скорость самолёта – 500 км в час. Максимальная высота полёта – 9 тысяч метров. Грузоподъёмность машины – более 9 тонн. Парижский авиасалон открыт до 25 июня. В последние три дня его смогут посетить не только профессионалы, но и все желающие. Правительство Украины направит на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который касается особенностей валютного декларирования. В частности, в нём предлагается освободить физических лиц от обязанности декларировать валютные ценности за границей. В настоящее время обязательства по декларированию валютных ценностей и другого имущества подлежат валютному контролю. Если гражданин Украины не сообщал Нацбанку информацию о валютных ценностях за рубежом, ему грозит штраф. Кабмин намерен отмените декларирование и штраф за неподачу декларации.